Добрый день! С вами Елена Алинова от Музея тактической медицины. Хочу немножко добавить несколько слов по поводу геморрагической лихорадки с пучечным синдромом ГЛПС. Разбираю старое видео, обнаружила такое видео. Летом мы ходили в поход небольшой и увидели домик, то есть мальчишки построили шалашик. С удовольствием туда мы залезли. Шалашик из веток, из дерна, покрытый дерном. Мы туда залезли, посмотрели, сфотографировали. Интересно все. Но если бы вот такой же шалашик был прошлогодним, то разумеется в такие залезать ни в коем случае нельзя. Тем более ночевать в них ни в коем случае нельзя. Почему? Рядом расположено, но недалеко в поле, зрение где-то расположено деревне. Какое-то там поле, не поле, но что-то. Пищевые остатки для мышей есть. Мышки-полевки в таких вот самодельных или рукотворных, нерукотворных шалашках с удовольствием всегда зимуют. И на следующий год это высочайшая вероятность заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом ГЛПС. Вдыхая, контактируя вот с выделениями мышей. То есть вот эти все мышиные норки, мышиные домики, какие-то берлоги старые, ни в коем случае туда залезать нельзя. То есть нужно понимать, иногда лучше на дожде укрытие сделать, какое-то такое спонтанное укрытие, чем использовать старые укрытия, старые стога и в последующем получить, проконтактировать с мышами, с их выделениями и получить геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Вот мы видим место съема дерна. Вот таким прямоугольником. Запомнили. Смотрим дальше. Дальше вот это очень показательное, с продольными разрезами. Тоже место съема дерна. Обычно для ночевок такие обустраивают места, ну как бы вверх, крышу, для крыши. Идем дальше. Ну, эти нас костровые абсолютно не удивляют. Это открытого, это здесь скрытого передвижения никакого нет. Ну, смотрим тоже здесь вот выкопанные ямки. Раз. Если порыть, можем часто закапывать мусор. Если вам что-то интересное узнать о людях, которые здесь были, то можем по этому мусору их какие-то вкусовые предпочтения обнаружить. Так, вот здесь это может быть костровые так были загашены. Не по-пионерски, а так совсем прям по-комсомольски. Так. А вот там вот дальше у нас интересный момент. Ну, какие-то учебные тут что-то какие-то проходили. Так, костерок. Ямка выкопана. Мусор не очень аккуратно за собой брали. Обычно ямки выкапывают, ну, когда или не погода. Такой костер мало греет, но он мало заметен со стороны. Можно еще больше ямку выкопать. Мало греет, но на нем можно приготовить что-то быстро. Так. А вот ради чего вот этот зерн снимали. Очень такая показательная лёшка. Ну, ночёвка. Лёшкой не назовешь это. Ночёвка. Вот, построена шалашка. Причем палки здесь срублены. Обратим внимание. Заостренные края. Здесь это все срублено было. Профессионально шалашком уложено. Ну, как профессиональное задание было, так и заночевать. Выживание. Вот. Вот этот вот дёрн куда уложен. Вот. И такое лежбище для очень, для не очень большого котика. Вот такое здесь лежбище. Вот, видите, очень уютная норка. Изнутри, посмотрите-ка, колышки. Как это все аккуратненько. Дайте-ка залезем. Посмотрим получше. Вот так вот, колышками. Так, а здесь переплетение прутив. Прямо вот крест-накрест. Ой, ну, поняли. Крестки-норки. Вот этот дёрн. Ну, здесь довольно так уютненько можно было заночевать. Без палатки. Покоминает какие-то далекие детские времена. Когда-то тоже хотелось построить маленький домик или на дереве, или под деревом. Вот. Такой шалаш. Из дёрна. Издали похож на избушку Баби Йи-Йи. Крыша покатая, дёрн. Смотрели, как он снимался. Леточки, колышки. Ну, вот. И сейчас заберемся еще раз внутрь. Посмотрим, на нас вот это интересно. Как тут все. прутиками выложено. Ну, вот так. Вот так вот. Шалашком, прутиком, веточками. Очень удобно. Ну, и так. Так, а места на одного, ну, на двоих хватит, если постараться. В общем, так на одного. Не очень крупного. Ну, вот тут еще рукотворный такой заливчик. Некоторые рыбки так заплывают. Ну, вряд ли это для этого делалось. Ну, не знаю, кого-то здесь, может, и можно поймать. Ну, во всяком случае, рогоз тут растет. Вот так. Кто там у нас такой шустренький? Рогоз тут растет. И коренюшки использовать в пищу вполне можно. Молодые корешочки мы едим просто так. А прошлогодние корешочки можно запекать. Вот о чем хотелось мне еще раз вам наполнить. Всем всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok